Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко и сегодня мы смотрим на наушники Ugreen. Это Ugreen Hi-Tune T3. Это новая модель наушников. Чем она интересна? Тем, что здесь Bluetooth версии 5.2, стабильное соединение, активное шумоподавление, режим прозрачности, неплохой звук и автономность до 24. И все это за 32 доллара. То есть это еще и бюджетные наушники. И вот если вам данная тематика и наушники интересны, усаживайтесь поудобнее. И рассматриваем более подробно эту модель. Наушники поставляются в такой вот упаковке. Здесь же изображение самих наушников, название модели и на тыльной стороне краткие технические характеристики, а также особенности управления этими наушниками. К этому мы вернемся немножко позже. Комплект поставки. В комплекте вы найдете сам кейс с наушниками. Три комплекта Ambushure 4 уже на самих наушниках. Type-C кабель фирменный от Ugreen для зарядки. Гарантийный талон. Инструкция по использованию на английском и русском языке. Наушники поставляются в таком вот кейсе. Это глянцевый пластиковый кейс. Выглядит неплохо, ощущается неплохо. По габаритам небольшой. Хорошо ложится в руку. И места много не занимает. На фронтальной части самого кейса расположено три индикатора. Каждый из индикаторов отвечает за процент заряда или состояние работы. Вот сейчас два крайних индикатора моргают. И каждый из индикаторов означает примерно 30-33% заряда. Соответственно, два индикатора это более 60% заряда. Если посмотреть на нижнюю грань, мы увидим Type-C порт для зарядки и кнопка сброса, подключения и просмотра процента заряда самого кейса. Ну и на тыльной стороне только одна надпись от бренда Ugreen. Больше ничего интересного по самому корпусу нет. Если мы открываем в корпус, корпус магнитный, щелчок четкий, крышка сидит идеально. И как ни странно, здесь нет люфта и даже более дорогих наушников, которые стоят по 100-150 долларов. Есть люфт задней крышки, верхней крышки, то здесь люфта нет. Щелчок четкий, открывается легко, крышка держится неплохо, сама не открывается. Внутри находятся наушники. Наушники также пластиковые, глянцевые, белые. Смотрятся неплохо, они также на магнитах. Хороший коннектор, хороший магнит. И как вы видите, сами наушники тоже держатся хорошо внутри, не выпадают. С открытой крышкой и с закрытой крышкой также. Открывать крышку можно и одной рукой, и двумя, как вам больше удобно. Наушники доставать также удобно, никакого труда не составляет, даже учитывая то, что они довольно-таки глубоко сидят и глянцевые, гладкие. Открывается легко, устанавливается на базу точно так же, легко и просто, так как есть магнитный доводчик. Магнитный доводчик на крышке, магнитный доводчик на самих наушниках. Сейчас наушники не подключены к смартфону. Давайте открываем крышку, смотрим, как быстро они смогут подключиться к этому смартфону. И мы видим, что они уже подключены. Прошло буквально 2 секунды, они уже готовы к работе. Подключаются они по кодеку AAC. Есть возможность включить кодек SBC, но я не рекомендую. Лучше использовать кодек AAC. Это и все подключение, и дополнительного приложения по настройке этих наушников нет. Сами наушники выглядят вот так. Это довольно-таки распространенная форма. И если более детально рассмотреть эти наушники, мы увидим, что на ножке есть надпись U-Green. Немного ниже дополнительный микрофон для шумоподавления, а немного выше на самой ножке здесь сенсорная область для управления этими наушниками. И по управлению поговорим мы немножко позже. На торце самой ножки расположены контакты для зарядки этих наушников в кейсе. На внутренней части расположена надпись или обозначение даже это правый или левый наушник. Ну и на самой голове наушников расположены еще дополнительные микрофоны и компенсаторные отверстия. Ну а если смотреть на звуковой выход, он имеет вот такой вот вид. Это довольно-таки стандартный распространенный звуковой выход по форме. Если вдруг что-то случится с комплектными амбушюрами, проблем с подбором амбушюр, я думаю, конечно же, не будет. И еще раз напомню, что в комплекте идет 4 комплекта амбушюр. Так что вы сможете подобрать на свой вкус и цвет любой из комплектных амбушюр по удобству и по качеству звучания. Управление музыкой с помощью этих наушников осуществляется с помощью тапов. Одинарный тап это плей или пауза. Двойной тап по правому или левому наушнику это следующий или предыдущий трек. Или же принять вызов. Трехсекундное удержание сенсорной области на правом наушнике включает активный режим шумоподавления, режим прозрачности или стандартный режим. Если же это будет левый наушник, то трехсекундное удержание это вызов голосового ассистента. И вот так вот данные наушники сидят у меня в ушах. Посадка очень удобная, но здесь хочу напомнить, что это все индивидуально и у каждого свои индивидуальные анатомические особенности ушей. Вот у меня даже с комплектными амбушюрами наушники садятся очень быстро, буквально секунда, я их установил, все мне комфортно. Вам же могу рекомендовать попробовать все амбушюры, которые идут в комплекте, подобрать максимально удобные, комфортные. И от этого также будет зависеть и качество звука, так как чем глубже и плотнее они сядут, тем громче и насыщеннее будет звук. Ну и плюс ко всему будет еще разная шумоизоляция. Чем лучше шумоизоляция, тем, конечно же, лучше и качественнее вы сможете слышать звук с этих наушников. По поводу долгого использования, использовал я эти наушники более двух часов подряд при длительной прогулке. И какого-либо дискомфорта после такого длительного использования я не испытывал. Дольше я эти наушники целый день в них не сидел, целый день их в них не использовал. Но в целом сидят довольно-таки удобно, дискомфорта не приносят. И также я успел с этими наушниками гулять, ходить, бегать и заниматься спортом. Из спорта я занимался, это тяжелые физические нагрузки с железом и воркауты. Это турники и брусья. Турники и брусья сейчас зима в помещении. Так вот, мало того, что они сидят удобно, так еще и при таких вот разных спортивных нагрузках они не выпадают из ушей. Вот сейчас я буду, что я как, я только не буду двигать головой, наклонять, крутить, вертеть. Пока голова вовсе не закружится, но наушники эти очень плотно и хорошо сидят и не выпадают с ушей. По комфорту здесь, как по мне, полный порядок. А теперь, наверное, самое интересное по качеству звука. Вот ради чего мы покупаем такие вот наушники. Так вот, опять-таки, все зависит от анатомических ваших особенностей. Пробуйте разные амбушюры, качество звука, громкость, насыщенность может меняться. Потому что у каждого есть все-таки свои особенности. Мне звук понравился. А если посмотреть еще и на ценник этих наушников, то звук довольно-таки хороший. Во-первых, здесь есть довольно-таки глубокий бас, немного, может быть, немного провалены средние частоты и иногда немного не хватает высоких частот. Но в зависимости от того, какой смартфон вы будете использовать, я, например, использую Realme GT Neo 2. И здесь есть такая вот опция Dolby Atmos с более детальной настройкой, профилем среды, профилем конкретного сценария. И есть возможность настроить эквалайзер. Настроить эквалайзер можно вручную, можно установить по пресетам. Пробовал я и так, и так. И, в принципе, есть варианты настройки, так как приложения с этими наушниками нет. Дополнительно можете настраивать в смартфоне, в вашем смартфоне. Ну и плюс ко всему, Bluetooth 5.2 здесь, Bluetooth 5.2 в моем смартфоне. Идеальное сочетание. По поводу шумоподавления. Оно работает и в действительности работает. Заявлено то, что они могут отсекать посторонние звуки до 25 дБ. И этого, например, достаточно, чтобы убрать не сильно громкий фоновый шум. Ну, например, если вы идете по шумной дороге возле шумной трассы, когда проезжают множество машин, звук очень и очень сильно приглушается. Он не убирается полностью, но приглушается. Ну и также работает режим прозрачности. Режим прозрачности для чего нужен? Для того, чтобы вы могли слышать и музыку, или там, не знаю, подкасты, или смотреть видео, и могли слышать, что находится и делается вокруг вас. Ну, например, вы идете по оживленной улице, чтобы вас, например, ну не избила та же машина, чтобы вы хотя бы как минимум услышали ее сигнал. Или хотя бы шум и того, как она проезжает. И в действительности прозрачный режим усиливает внешние звуки, и все становится слышно. Вот по качеству звука, в особенности, учитывая стоимость этих наушников, очень и очень даже неплохо. Если же говорить по поводу задержки, ну, например, в стандартном бытовом использовании это музыка, это подкасты, это фильмы, это просмотр видеороликов на YouTube, это такая же говорящая голова, как вы смотрите вот сейчас. Задержки в таких сценариях использования нет. Если же вы будете играть в этих наушниках и начинать присматриваться, прислушиваться, задержку вы увидите. Задержка здесь небольшая, не колоссальная. Я сейчас постараюсь все это продемонстрировать. И играть можно, но если вы заядлый игроман, возможно, вас это не совсем устроит. Мне особого, большого дискомфорта не приносило, но я не игроман и в игры играю не часто. Включал, смотрел ради теста. Ну и также, я думаю, стоит рассказать, как они записывают звук, точнее, если вы будете использовать эти наушники в режиме гарнитуры. Давайте послушаем примеры записи звука при разговоре. Примеры записи звука на наушнике Ugreen Hi-Tune T3. Сейчас я нахожусь в относительно тихом помещении. Из посторонних шумов, которые могут быть слышны, это работа ПК, работа кулера. Не знаю, будете вы слышать или нет. Можно учитывать, что это просто обычное, стандартное, тихое помещение. Оценивайте качество записи звука при разговоре на эти наушники. Пример записи звука на наушнике Ugreen Hi-Tune T3. Сейчас я нахожусь на улице. На улице относительно тихо, но есть ветер. Я не знаю, насколько это будет хорошо слышно. Ну и плюс ко всему, я не стою на месте, я постоянно иду. Есть все-таки, я думаю, вы слышите немного небольшие посторонние шумы. Ну и увидите, как будет записывать звук при разговоре. Точнее, как вы будете слышать при разговоре в этих наушниках. Как будет передаваться звук в этих наушниках. Ugreen Hi-Tune T3. Ну и если говорить по поводу связи, то еще раз напомню, что Bluetooth здесь версии 5.2. Пробовал я и использовал смартфон, у которого также Bluetooth версии 5.2. И это идеальное сочетание. И вот с таким вот сочетанием я могу оставить смартфон в этой комнате. Пойти в третью комнату через две стены. И звук не будет прерываться. И только когда я зайду в самый конец третьей комнаты, сделаю вот так вот, звук тогда иногда может прерываться. Иногда, не постоянно. То есть прием, связь с смартфоном в этих наушниках просто замечательный. В обычном бытовом использовании, когда смартфон лежит у вас в кармане, или в сумке, или в рюкзаке, никаких прерываний и остановок по связи абсолютно нет. Ну и автономность. Здесь производитель заявляет 7 часов работы самих наушников и до 24 часов работы вместе с кейсом. Что же получается в реальности? В реальности у меня получилось около 6 часов работы. При стандартном бытовом использовании, это на максимальной громкости, порядка 6 часов работы самих наушников. Это неплохо, так как зачастую производитель то, что заявляет, он заявляет при громкости 50-70%. У каждого разные показатели. Но в целом на 6 часов можно, в принципе, рассчитывать. Я же получаю при включенном режиме шумоподавления, не постоянном, но зачастую включенном, например, на улице я включаю, при громкости 70-80%, порядка 5 часов. И это очень хороший результат. Если же я буду использовать без шумоподавления, то я в реальности могу рассчитывать на 6, а то иногда даже немножко больше часов активной работы. Ну и зарядить эти наушники с помощью кейса вы сможете еще где-то 3 раза. Ну и выводы. А по выводам хочется сказать то, что наушники с активным шумоподавлением, с режимом прозрачности уже нормально, активно продаются в бюджетном сегменте. И это очень хорошо, так как вы вспомните, ранее мы имели только активное шумоподавление у наушников от 100 и выше. Потом они начали опускаться 70-50. И сейчас 35 и менее долларов мы можем купить наушники с активным шумоподавлением. И да, на сейчас обычная стандартная регулярная цена на эти наушники 35 долларов. А вот в ближайшие распродажи они будут стоить 32 доллара, там можно будет применить купон продавца, минус 3 доллара, итого получаем 32 доллара. За 32 доллара это просто отличнейший вариант бюджетных наушников с активным шумоподавлением, с хорошим качественным звуком, как для этих денег, этой стоимости. И просто замечательной автономностью. В итоге, если вы собираетесь купить себе недорогие внутриканальные наушники с активным шумоподавлением, стоит рассмотреть вот эту вот модель. Все ссылки будут в описании под этим видеороликом. И если не забуду, напишу промокод для скидки. Если вдруг забуду, напишите, напомните мне в комментарии. Либо же просто смотрите у продавца на страничке, там будет написано промокод, который нужно будет чаще всего использовать. Эта акция, я предполагаю, что она не постоянная, цена может меняться, поэтому все будет зависеть от того, когда вы будете смотреть этот видеоролик и покупать эти наушники. По данному видеоролику у меня в принципе все. Если у вас остались какие-либо вопросы, пожелания или замечания, пишите в комментарии под этим видео. Всем, кому данный видеоролик чем-то понравился или был полезен, ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал, на мой первый и второй канал, канал в Telegram, чат взаимопомощи также в Telegram. Там очень много интересной и полезной информации. Да, и не так давно я создал еще отдельный канал, где продаю множество товаров после обзора. И не только эти товары, а множество других товаров по очень хорошей цене. Ну и плюс ко всему, вам не нужно будет долго ждать из Китая доставки. Месяца может быть больше, может быть меньше. Все будет намного быстрее. Ну и все, по данному видеоролику у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.